Я многоодетная мама пятерых детей, у меня пятеро детей, три мальчика, две девочки. Проживаю я здесь, как семья. Живем, пытаемся выжить. Сама жизнь сейчас очень тяжелая для многодетных, но мы стараемся выжить. Как бы не паникую. Стою в очереди, как многодетная, на квартиру, но только эта очередь что-то не уменьшается, а увеличивается. Насчет земельного участка, я писала письмо, думала, земельный участок мне не положен, так как я стою на очереди. А они говорили сначала, что не положен, а сейчас вот как бы можете получать земельный участок. Ну все так-то. Пособия, как президентские, полторы тысячи получаю в месяц на всех. Ну так вот, вся помощь от государства. Мы не знаем своих права, прав как многодетный. Как бы пыталась просто через интернет юридическую помощь. И ко мне откликнулись девочки, которые вот и вещами мне помогают, как бы и вот стараются так. Вот сейчас вот я ремонт собираюсь сделать дома. Они говорят, мы будем помогать и мебель, что вот это, как бы, чтобы все равно же вам тяжело. Мы создали организацию, то есть группу, называется «Вы не одиноки», которая помогает людям, попавшим в жизненную трудную ситуацию. В основном многодетные семьи, у которых, ну, мало сейчас кто обращает на это внимание, многодетные семьи. Вот, им теряют диночки. Вообще занимаюсь благотворительностью более трех лет, а группа создана только в этом году. То есть было до этого очень мало народу, которые были заинтересованы, а сейчас у нас 12 человек. Группа называется «Вы не одиноки». Мы есть в контакте, достаточно легко найти. И все желающие могут нам помочь. То есть с вещами, продуктами, смесями, памперсами и всем прочим для деток. Потом уже мы распределяем их по семьям, ездим, вот, помогаем. Вещи, которые мне девочки привозят, которые не подходят, у меня еще есть многодетные семьи, как бы это, я им отдаю. Есть у меня девочки, знакомые, которые тоже многодетные, и семерых детей, и, в общем, везде нужна помощь. Они вот нуждаются, просто о них не знают. Они нуждаются, и они скромные, как бы это. Вот я говорю, девочки, когда приехали ко мне, привезли мне вещи, да, ну, и как-то для меня было то, что неужели какая-то помощь, вещи хорошие они привозили. Я, конечно, была удивлена, честно говоря. Огромное количество семей нуждается в помощи со стороны. Благотворительные фонды готовы оказать им поддержку. И каждый из вас может посодействовать им. Тем более, что это совсем не сложно, а даже приятно – видеть благодарные лица людей. Субтитры создавал DimaTorzok